Лесополоса возле брусчатого поселка – любимое место отдыха. О том, что лесок и полянка популярны у любителей шашлыков на природе, говорят горы мусора. Оставлять потомкам нужно не бытовые отходы, а что-то большее. Например, природу, уверены сотрудники администрации и горожане, которые вышли на субботник. Решили навести порядок в роддом городе, убираем лес. Мусора очень много. Видно, местные жители выбрали эту территорию для отдыха. Ну и за собой не убирают. В основном бутылки. Бутылки, посуда одноразовая, иногда, конечно, шприцы. Мы должны помочь нашей планете очиститься от ненужного мусора и помочь своим детям научиться работать, трудиться. Пластик, арматура – это то, с чем приходится работать. Такие природные ископаемые разлагаться будут десятилетиями. Еще переживут не одно поколение. Объемы собранного мусора исчисляются кубометрами. На помощь приходит ловкость и сноровка. О, и производительность выросла в два раза. Так и один мешок нес. Так два с половиной, еще и ведро. Лесополоса Губайлова – вотчина лес паркхоза. По-хорошему, уборка этой территории – их задача. Но те, кто вышел на субботник, в обиде больше на своих земляков. Когда можно пойти и выкинуть, пройти несколько метров, десятков, предположим, и выкинуть в установленных местах, ну, это просто неуважение ко всем, и это до глубины души возмущает. Официально мы сейчас не можем заключить с кем-то контракт, и чтобы заняться уборкой леса, потому что это будет не целевое расходование средств. Мы вроде для людей, а есть определенные правила, нормы, законодательная база какая-то, которая запрещает нам сегодня это делать. Поэтому, ну, надо немножко потерпеть, подождать. А пока вот силами администрации, чиновников, так называем, которые все ругают, да, ну, никто не брезгует, все как один вышли. 62 гектара губайловского леса городские власти возьмут под свой контроль. Сейчас территорию ставят на кадастровый учет и передают в муниципальную собственность. Но в ожидании полномочий силами активистов многолетним деревьям не дадут утонуть в мусоре.